Почему желтый снег это нормально? Можно ли дважды открыть одну и ту же планету? И что за напасть угрожает Сакурам в Токио? Обо всем этом в нашем обзоре. Желтый снег выпал в Восточной Европе. Характерный цвет он приобрел из-за песка. Пользователи соцсетей из Румынии, Болгарии, Молдовы и России делятся фотографиями необычного явления. Метеорологи объясняют, снег с песком принесло пылевое облако из Сахары. Такое бывает примерно раз в пять лет. О странном снеге ранее сообщали и на юге Украины. Песчаная пыль также зависает в воздухе. Небо над некоторыми регионами Грузии затянуло желтым туманом. Час с земли. Свыше 180 стран приняли участие в наиболее массовой акции на планете. В Нью-Йорке на час отключили самый высокий небоскреб Empire State Building, а в Париже Эйфелеву башню. Огни погасили и в главных достопримечательностях Лондона, Сиднея, Гонконга, Афин и других крупных городов на разных континентах. Усилия объединили в знак заботы о планете. Акцию организовывают каждый год, чтобы привлечь внимание к проблемам окружающей среды, в частности к разумному потреблению ресурсов. Католики отмечают вербное воскресенье. В Ватикане Папа Римский отслужил праздничную мессу. По традиции перед этим он благословил пальмовые и оливковые ветви, с которыми пришли люди на площадь Святого Петра. А потом обратился к молодежи. Папа Франциск призвал юношей и девушек не молчать и не быть невидимыми в обществе. В Лондоне приземлился самолет, совершивший первый прямой рейс из Австралии в Британию. Он преодолел почти 15 тысяч километров за 17 часов. Это одно из самых длинных воздушных путешествий в мире. Но маршруты с пересадками занимают, как правило, намного больше времени. На борту было 200 пассажиров. В лондонском аэропорту Хитроу их встречали сказочные герои, символы Британии и Австралии. Самый большой круизный лайнер в мире отправился в свое первое путешествие. Корабль под названием «Симфония морей» доставит пассажиров из французского Сен-Назера в испанскую Малагу. На судне, кроме открытых бассейнов, ресторанов, кинотеатров и концертных залов, есть огромный аквапарк, ледовый каток и баскетбольная площадка. «Симфония морей» может принять на борт одновременно 8 тысяч человек. Астроном из Южной Африки снова открыл Марс. В интернет-сервисе, где исследователи космоса обмениваются информацией, он опубликовал сообщение, что обнаружил чрезвычайно яркий объект. А через 40 минут понял, что это был Марс. Коллеги в шутку наградили первооткрывателя грамотой. Некоторые защищали. Мол, астроном изучал огромную Вселенную. Не заметить такую песчинку, как Марс, для него простительно. В парках Токио расцвели сакуры. Со всей страны сюда съезжаются люди, чтобы полюбоваться белыми цветами. В этом году сезон цветения в Японии начался на 9 дней раньше, из-за теплой погоды. Но вишням угрожают жуки усачи. Они появились тут 5 лет назад. Местные эксперты предупреждают, если от вредителей не избавиться в ближайшее время, то знаменитого белого цвета больше не будет.